В этом видео демонтаж проемов под окна во фронтоне в пол кирпича, всем в трещинах, плюс его усиление, а также кладка газика от первого лица, небольшая вставка. Привет, Владимир! Реальная стройка и реконструкция. Продолжаем реконструкцию дома для Юлии. Ну и как всегда, реконструкция пошла непросто, так как другая Юлия, архитектор, как всегда задолбалась тем, что не полезла она на фронтоны, не посмотрела на их ветхость. Здесь фронтоны в пол кирпича, все в трещинах, все в ветхие трещины, местами вот такие вот, и она там напроектировала вот таких проемов, от края до края почти что. Причем она не ушла, наличие там уже во фронтонах различной сетки, которая была интегрирована из швеллеров размером 6-8. Эта сетка была интегрирована прямо в кладку. И наличие столбов, кирпич, которые тоже там хаотично располагались. И мы столкнулись с тем, что нужно было демонтировать достаточно большие проемы почти от края до края в пол кирпичном фронтоне с кучей трещин, без его обрушения. Вот слава заканчивает фронтон. Это не отверстие, это швеллер там в стену попадает. Так как проемы в пол кирпича все равно не соответствовали боковой устойчивости, невозможности крепления на них чего-либо, и также они были ветхие, мы решили сложить параллельную стенку в пол кирпича, чем и занялись. Постоянно съемка чердовалась. Темный чердак и очень яркий свет. И поэтому камера не успевала перенастраиваться, и возможно съемка будет не очень хорошая. Так вот, слава, фронтон этот заканчивает. Здесь надо будет сделать столб и тогда демонтировать все, что является избыточным. То есть вот это и вот это. А здесь будет столб. Я не знаю, вам видно ли, нет, здесь проем сложный. Вот такой вот стоит проем, а вот такой он был. Для того, чтобы зафиксировать как-то хоть кирпичи от падения, здесь нет углов. И чтобы зафиксировать, мы используем анкеровку арматурой. Чтобы арматуру как-то закрепить в уголке, Я просверлил 30 дырок Для этого я купил Вот таких дешманских сверел По 25-28 рублей 5 штук 4 израсходовал Шуруповертом сверлил В прошлом, конечно, можно было тонким диаметром А потом рассверлить Но так как арматура 8 Дырку я сверлил, надеюсь, что боребление прошло Этот метод хороший Не надо точить сверло Просто 5 штук просверлил, 6 откинул И все Получается довольно быстро Чуть больше часа у меня это заняло Но если учесть, что дырок столько То это нормальный результат Сейчас мы со слабой водрузим его туда А я делаю перемычку здесь Там у нас совпало со старым окном А здесь на 30 см выше Здесь ситуация сложнее Вы видели, что я вот в этом уголке Я просверлил 30 отверстий на 9 В них я забил Вот 38 арматур Почему они сюда торчат? Чтобы вот этот вот кирпич не проворачивался И сюда же я прикрутил здесь полосу Которую нашел Здесь две арматурины И прогоняю ряд Он вот такой как бы поссал Потому что арматуры забились неровно Ну то есть выше, ниже, выше, ниже Соответственно выше, ниже Получился ряд Следующим рядом выровняем Здесь еще попался вот этот швеллер Поэтому плашмяй кирпич мы положить не можем И кирпич до 3 см не обрубишь Все равно это как бы как-то надо обходить Поэтому наруба И вот там забиваем все раствором Жидким, хорошей марки И потом уже сверху пойдем ровнять Как по плоскости Так и по... Короче, долго буду рассказывать Видите? То есть вот там забито Вот здесь забито Осталось ставить два кирпича И здесь забить все раствором Просовываю его вот сюда вот Вот крайний кирпич Вот видно И получается, что кирпичи Прижимают арматурины Которые вбиты полностью насквозь В стенку полкирпича Каждые 10 см Они ее держать и будут Тут по стечению обстоятельств Именно здесь идет трещина Вот Вот так нам надо и обрубить И демонтировать вот этот вот швеллер Столб останется Вот тот столб уберется Короче, сложная задача Если учесть, что этот весь фронтон Весь в трещинах Тот фронтон весь более-менее Трещин в нем мало А здесь куча Куча трещин Весь на трещинах Фронтон Но тем не менее Огромные пролеты Закажется в нем Просит оставить Анкируемся мы вот так Нагелями Раз в несколько рядов Это дает дополнительную связку Между стенами И это дает Невозможность движения Одной стены Относительно другой По вертикали Так как таких анкиров Может быть на фронтон Там 50-70 штук Раньше мы забывали арматурный Теперь пошли к выводу Что Нагель Всего чуть-чуть тоньше Зато у него есть резьба Он крепче держит Вот мы сделали Шаблон из кирпича Вот этот столб Будет удаляться Вот этот До уголка Будет удаляться Вот тут за столбом Будет удаляться Вот будет удаляться И вот так Окно будет расширяться По вот этой вот Полосе Это делалось для того Чтобы пол кирпича Тресканный Туда не свалились Когда мы демонтируем Поэтому мы здесь Санкировкой сложили Еще пол кирпича И теперь у нас Получилось такое Вот тут Двойная дверь Вот тут одинарная дверь Это со спальни Это с коридора С второго света И такое же Вот там Вот Здесь будет окно Вот тут будет лестница Это окно Над лестницей Вот так Здесь у нас Верх совпадает С существующим окном Здесь совпадает Только ширины Вот Я сейчас покажу То есть Здесь будет расширяться На вот такую величину А здесь На вот такую То есть Это будет окно Столб здесь Мы наоборот Сложили И вот это окно Я не знаю Видно ли вам Противоконтрового света Но Стараюсь снять Чтобы было понятно Завтра Видите Когда мы все Проковыряем Это и есть Шаблоны Двух окон И двух дверей Мы Проломили По шаблону Кладки пол кирпича Проемы И теперь Если вы видите Кстати Будет может плохо видно Потому что Темноты на свет снимаем Просто там Уголок Наложен И подпер Снизу досками Как мы это делали Делали мы вот так А зачем Потом расскажем Взяли клей Пену Именно Не монтажную пену А клей пену И заполнили уголок Заполнили Не жалея Это дает возможность Уголку Прис Шпандориться На момент А потом сбоку Мы сделаем стойки Из такого же уголка И проварим Сейчас Слава Поснимает А потом снимать Прекратит И пойдет Ко мне С досками Подпорок То есть Я вот так Подхожу Прилепляю его В проем И все Славик Съемку прекращает И несет мне доски И вот так Мы Зафиксировали А сами пойдем Пообедаем Они пристынут И мы к ним Сделаем боковые стойки С такого же уголка Значит Здесь нам Повезло И высота Проема Совпала С той высотой Которая была Но только До сюда Доходил Швеллер Мы поставили уголок До конца И здесь Швеллер Приварили К уголку По 2-3 длины А здесь Швеллер с уголком Стоят на столбе Который мы сложили То есть Здесь Вот это Вот Держит От проворота Плюс Какая-то Есть Мощность Укладки После чего Мы Поставили сюда Доплытный уголок Вот видите Швеллер Заканчивается Доп-уголок Потом Стоечный уголок Поставили Вверху Там Должно Привариться А внизу Привариться К нагелю Как это выглядит В готовом Варианте Я не знаю Видно ли вам Вот это Был нагель Только он Расплавился От моей сварки Вот это Я не знаю Видно ли вам Вообще Стык Двух уголков Ну и запенено Еще Клей-пеной Доп-усилие То есть Там я сейчас Расплавлю Нагель Приварю его к уголку Чтобы уголок Туда не сдвигался Вот здесь Уголок Привариться Вертикально Горизонтальному И везде Еще по краям Клей-пена Получается Крепко Быстро И легко Но быстро Так и не очень Это я себя успокаиваю Но быстрее Здесь ситуация Сложнее Вот так у нас Старое перекрытие Было Новый Проем Вот настолько Шире И вот настолько Выше Там у нас Занкированные Арматурины Вот туда Чуть выше Я специально Под углом сверлил Кирпич А не в шов И Славик Демонтирует То есть вот эти Арматурины Держат от падения Весь вот этот Треугольник Плюс Тут ситуация В том Что все На трещинах Все На трещинах Этот фронтон Весь потрескался Сейчас Славик Демонтирует Вот так Вот Аккуратно Да Помолясь Вот у нас Тут трещина была И по трещине Оно и пошло Нам повезло Поэтому Ровенький край Остается И потом Вот сейчас Я покажу Вот оттуда Аж придется Выломать уголок С учетом того Что над ним Но это будет Все страшно Но мы все сделаем Короче здесь Ситуация сложнее Фронтон Весь в трещинах И у нас Не запала Высота Проема Мы делаем Полностью Новое укрепление Потом вот туда Поставим уголок Горизонтальный Сюда вертикальный Ну увидите Ютуб Не блокируй Музыка Не у нас Соседей Короче вот Смотрите Без всякого уголка На наших Анкировках Вот этих вот Держится Метр шестьдесят пять И сейчас Мы сделаем Здесь уголок Ну и в результате Получился Вот такой проем Из-за того Что кирпич Осыпался Хаотично Мы все Запенили Здесь вылился Кирпич Нужно будет Ставить Все сварные Места Полностью Прокрасили Вот второй Проем Под окна Та же самая История Здесь лучше Получилось Здесь сейчас Складки новые Поэтому Примыкание Лучше Сейчас покажем Как это все С улицы Выглядит Вот внешний вид С лицевого Фасада Вот Внешний вид С изнавы Ночного Фасада Под две Двери Но так как тут Много деревьев Снять нормально Не получилось Примерно в то же время Кролички Приступили к работам Они удалили Часть крыши Которая мешала нам Должить Остатки Стен Газобетонной Пристройки И мы занялись Их кладкой Заодно сняли От пюрлица Как мы кладем Газик Вычухали Второе Вымели Здесь это все Уже сделано Потом берем Водичку Берем валик Ну или поливаем Из бутылки С дырочками И не на всю Не на весь ряд А именно На то место Где будете ложить Мочим Дальше Для умников Мы знаем Что такое каретка И используем каретку Ну вот тут Три метра И каретку Дольше цеплять Тут даже Два с половиной Вот тут крыша Дольше цеплять каретку В таких местах Мы Конечно Просто Кладем Под гребенку Можно вертикалку Клей пеной Мы не любим Клей пену Поэтому мы все Кладем на раствор Нам лень Настолько Вычухивать блоки Чтоб Горизонтальность Была По клей пену Плюс у нас Здесь в регионе Блоки Не брендовые А местных Производителей И точности Плюс-минус Миллиметр У нас в принципе Не бывает Дай бог Что плюс-минус Три миллиметра Намазали Пропуском Нигде не оставили Берем блок Лучше вдвоем Но так как Подсобник Сейчас меня снимает Не ставим на постель Берем сбоку И вот теперь ставим Проверяем горизонтальность И вертикальность Это последний ряд Мы кладем без шнурка Обычно конечно шнурок натягиваем Все нормально Можно чуть-чуть подбить Тут чуть-чуть гуляет Все Лично мы Хоть и Глеб Осипович запрещает Все равно Вот покажи Что здесь швы Тонкие И здесь швы Тонкие Но мы все равно Их промажем Потому что Горизонтальные швы Мы не промазываем Вертикальные промазываем Это 5 секундное действие Но гарантирует Изнутри у вас будет штукатурка А наш шов запрет Снаружи замазка А наш шов запрет И у вас там воздух неподвижный И будет тепло Даже если мы косяк упорим Далее Вот Здесь замазано Вот сходится блок с блоком В этом месте тоже Оп Все Все ровно быстро Хорошо Вот такое видео получилось Я понимаю Что не наглядное И может не очень интересное Там мало было предабауток Потому что Необходимо было снимать Но Так как Это основной Из этапов реконструкции В частности Усиление Увеличение Проемов В фронтоне Или стенах Поэтому Мы выключили Видео И надеюсь Вам оно все таки Что то даст полезно И кто то им воспользуйте Ставьте лайки Комментируйте И еще один момент Ребята У меня на данный момент На канале 30 миллионов просмотров И 87 процентов Зрителей Согласно статистике Смотрят мой канал Без подписки При 30 миллионах Просмотров У меня всего 91 тысяча подписчиков Ровно через 3 месяца Мне будет 48 лет Я никогда у вас Ничего не попрошенчил А сейчас прошу Помогите мне набрать 9 тысяч За 3 месяца К 12 декабря 2021 года Подпишитесь на канал И классный колокольчик Чтобы получать Все уведомления Иначе вы будете пропускать Видео Как полезные Так и интересные Интересные И неинтересные Различные Видео у меня на канале В зависимости от того Какие работы Производит моя бригада И за реконструкцию Этого дома Голосовали вы И поэтому Вы ее видите На своих экранах Также благодарю За активность Всех моих постоянных Надежных Любимых Зрителей И подписчиков Канала Вот здесь всплывет Видео С предыдущей серии Этого же проекта Вот здесь С последующим А с вами Как всегда Был Иван И я вам напоминаю Делай хорошо Плохо оно само получится И 100 тысяч Подписчиков Лучше чем 91 Одна Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok